Хей, друзья мои, всем привет! Ну что, пришло время детально изучить новое дополнение «Загородная жизнь». И да, сегодня должна была выйти постройка, но мне пришлось переставить ролики местами, поэтому не удивляйтесь, если вдруг я немножечко буду повторяться в завтрашнем ролике. Ну а пока что давайте вернемся к этому. Итак, как вы помните, несколько месяцев назад мы с вами на стримах фантазировали, еще до того, как вышли официальные трейлеры, о том, что было бы круто, если вдруг выйдет ферма, то устроить хардкорное выживание. Я думала устроить это выживание на острове, но затем я посмотрела трейлеры, мы с вами чуточку уже поиграли с этим дополнением, и я поняла, что все-таки дополнение это не будет с островом вязаться, хотя, если хотите, можем и на острове попробовать. В общем, я решила, что нужно устроить его в новом городке, тем более, что там есть много чего интересного. И давайте сейчас я вам расскажу, что это у нас будет, что это вообще за персонажи, кого мы сейчас с вами создаем, и вы сейчас будете смеяться. Вообще, эта история, эта идейка мне пришла где-то в 3 часа ночи, когда мы с ребятами поиграли в фосмофобию, и, знаете, такой вот щелчок, и я так, о, я знаю, за кого я буду играть в новом дополнении. В общем, давайте я вас сейчас познакомлю с главными героями, и главных героев у нас пока что будет двое. Вообще, у меня достаточно обширные планы на этот проект, и, кстати, буду вам благодарна, если вдруг у вас появятся какие-то дополнительные идеи, связанные с этим проектом, может быть, какие-то ограничения, может быть, какие-то условия. По сути, это получится челлендж, но, конечно же, со своими модификациями. Итак, у нас будет двое главных героев. Сейчас кратенько расскажу их предысторию. Опять-таки, кратенько. Что-то вы будете узнавать в процессе нашего летсплея. Ну, а пока что вы увидите девушку по имени Дженнифер. Дженнифер Поттер. Она жила в большом городе вместе со своей мамой и отчимом. И у них отношения были такие себе. Она потеряла отца достаточно в раннем возрасте. Именно что потеряла, потому что ее мать все время говорила, «Все, твой отец погиб», хотя на самом деле он просто пропал без вести. Ну, в общем, она росла в не то чтобы неблагополучной семье, но, в общем, маме до нее не было дела. Она, на самом деле, знаете, такая вот была немножко бунтарка. Она сделала себе очень много татуировок. В принципе, была достаточно приятным человеком, общительная. Она хотела иметь свой собственный фитнес-клуб. Она занималась спортом. В общем, знаете, такая вот девчонка была очень активная. Она хотела помогать людям, ну и, конечно же, хотела съехать как можно скорее из этой семьи, потому что она не хотела больше иметь никаких контактов со своей матерью. И вообще хотела зажить по новой. В общем, она была такой вот достаточно нетривиальной, такой необычной, очень яркой девушкой. И первое время, пока она не накопила деньги на свой собственный клуб, она решила поработать тренером в одном из местных клубов, может быть, Сан-Мишуна. И туда пришел Гарри. И, знаете, это была любовь, наверное, с первого взгляда. Причем Гарри был, знаете, такой достаточно закомплексованный парнишка. Он достаточно такой вот, знаете, полненький. Ему как-то, знаете, не хватало ни движения, ни активности. Он много времени проводил за компьютером, на работе. У него была собака, между прочим. И вот он как-то, знаете, вот хотел свою жизнь как-то разнообразить. И он приходит в этот фитнес-клуб, и Дженнифер становится его тренером. Ну и, в общем, слово за слово. Дженниферу нравится как человек, она ему нравится как человек, он ей нравится как человек. Ну и они понимают, что они любят друг друга. Конечно же, мать Дженнифер сразу сказала, нет, типа, ты что, какие отношения? Тебе, мол, как бы рано. Ты только вот недавно закончила колледж, тебе нужно поступать в университет. Какие отношения, какая свадьба, ля-ля-та-па-ля. В общем, короче, мать на нее насела, сказала, я не хочу возле тебя видеть какого-то там вот такого вот такого Гарри. Поэтому давай-ка иди ищи поступление в университет. Конечно же, Дженнифер хотела закончить вуз, она хотела как раз пойти по направлению, то есть, может быть, она там физиологией хотела заниматься, еще чем-то, то есть, чтобы быть, знаете, таким вот полноценным тренером, то есть, чтобы она могла тренировать людей. Но она решила, что надо как бы подумать, как бы съехать от матери. У Гарри тоже была не очень такая вот приятная судьба, но о ней я расскажу чуточку позже. В общем, он решил, что нужно с Дженнифер куда-то уезжать. И каким-то чудом, каким-то великим таким, знаете, непонятной ситуацией произошло так, что Дженнифер узнала, что, оказывается, у ее семьи, то есть, у нее и у матери, есть наследство. Есть наследство, это участок, который находится в сельской местности, и, конечно же, она заинтересовалась этим участком, и, посмотрев в завещание, она увидела, что это завещание было, то есть, короче, этот участок принадлежал родителям отца Дженнифер. И, судя по завещанию, она становилась наследницей, то есть, так как отец пропал, нигде его не было, никакой связи, то оказалось, что она теперь владеет этим участком. Когда они приехали, конечно, туда с Гарри, то они надеялись хотя бы увидеть что-нибудь там, хоть какой-нибудь домик. Оказалось, что там, ну, не то чтобы руины, но, в принципе, вы сейчас увидите, что там. И она решила, что возвращаться в свой город, хоть она и очень хотела быть тренером. Она очень хотела заниматься, она очень хотела тренировать людей, помогать им, она поняла, что она этим может заняться и вот в таком вот маленьком городке. Зачем ей жить в большом городе, если она может жить здесь? И, может быть, она еще какую-то другую может пользу принести обществу, поэтому они решили вместе с Гарри, ну, они такие вот, знаете, молодые, активные, что они смогут восстановить старую-старую ферму ее бабушки. И они смогут, может быть, вернуть ей былую славу. Может быть, ее ферма славилась, там, не знаю, молоком, сырами какими-нибудь крутыми, может быть, какими-то классными овощами. В общем, они решили, что нужно это все восстановить. Да, я знаю, что у них, возможно, будут какие-то первое время трудности, но было бы круто. Я знаю, что проект немножко похож на дом в наследство, но здесь можно придумать какие-то свои ограничения. Я, кстати, добавила этому участку практически все негативные стороны, ну, кроме там вампиров и прочего, чтобы у нас чуточку больше было, знаете, не то чтобы реализма, ну, как бы вампиры. Пока что здесь вампиры, ну, не планируются, хотя, кто его знает, всякое может произойти. В общем, наши персонажи должны будут здесь жить, поживать, как-то все это привести в норму. И, кстати, большое спасибо Энее. Я надеюсь, что я правильно прочитала твой ник. Ты подкинула обалденную идею в плане постройки участка. Мы сейчас с вами как раз к этому участку перейдем, и я вам расскажу, в чем суть. И да, я решила им дать ноль симолеонов. Ничего у них нет. Ну, вот они потратили последние деньги на какие-то вещи, на перелет, переезд сюда, и все, и больше денег нет. И теперь им нужно как-то здесь выживать. То есть, как-то пытаться что-то где-то. Они еще, кстати, не женаты. То есть, ну, они просто жили вместе, периодически вместе встречались, но у них официально еще брака не было. То есть, причем с переездом вот этим, с перелетом, они, конечно, очень нервничали. У них немного ухудшились отношения, но будем надеяться, что они их улучшат. И, конечно же, Гарри захотел забрать свою собаку. Ну, не будет же он оставлять своего пса. И вот теперь в чем фишка нашего участка. Вот этого всего сейчас здесь не будет. Мне подсказали, что можно выделить такие вот зоны, где что-то должно будет находиться. Сейчас я это все продаю. То есть, вы видите, у нас будет просто отдельно выделено местечко, где у нас будут какие-то растения, где у нас будут какие-то грядки, какие-то находиться строения. Но это все сейчас будет отсутствовать на участке. То есть, я это просто все выделю цветом. То есть, вот здесь у нас будет грядочка, то есть, у нас здесь будет коричневая такая вот коричневый участок. То есть, там мы можем разместить с вами поле небольшое. Тут мы можем разместить наших там коровок, ламп, посмотрим, кто у нас тут будет жить. Странная какая-то форма озера, ну да ладно. Здесь у нас озеро, если они захотят, они могут его осушить. Если не захотят, то они не будут его осушать. То есть мы посмотрим, как это будет все в процессе игры, конечно, происходить, потому что мне кажется, что будет интересно посмотреть, какая у нас получится ферма, ранчо, я даже не знаю, что у нас в итоге выйдет. И в самом начале вы увидели большая такая вот площадка, это, ну скажем так, фундамент первого дома. И в чем интерес вот этого вот всего, всей вот этой нашей фермы? Вот мы с вами выделили эти участки, мы начнем строить дом, и мы не имеем права никуда ничего переносить. То есть мы поставили комнату, и все, извините, больше двигать ее нельзя, потому что, ну, по сути, в реальной жизни вы же не можете поставить комнату, о, мне не нравится, что она здесь находится, пойду ее переставлю. Нет, конечно, можно разрушить, перестроить, но так мы с вами делать не будем, так будет неинтересно. Поэтому, мне кажется, должно получиться очень интересно. Мы с вами, во-первых, будем изучать этот городок, мы будем выполнять различные задания. Вы же знаете, что у нас тут есть такой вот товарищ, который может давать интересные задания. И мы с вами будем пытаться, во-первых, подружиться с местными жителями, принимать участие в различных ярмарках, будем пытаться как-то зарабатывать деньги. То есть у нас здесь будет конкретный хардкор, но без вот этих вот, ну, как я люблю говорить, это не читерство, это нормально в игре, но это такой вот легкий заработок, типа там книжки писать, картины рисовать. Нет, этого у нас не будет. Хотя наша главная героиня, в принципе, занимается рисованием, все-таки она и татуировками увлекается, и хотела маленький тату-салон открыть при своем фитнес-клубе, так как у нее действительно много татуировок, ей это очень нравится. Но я думаю, что будем без рисования. Вот можно подумать, какие у нас могут быть способы добычи денег. То есть мы можем с вами, конечно же, разводить животных, можем с вами заниматься различными растениями. И как вы думаете, что еще можно здесь добавить? Какой способ заработка? Ну и, конечно же, какие ограничения? Вообще у меня в планах было добавить, например, такое вот ограничение. У нас сейчас, по-моему, я не помню, сколько я выбрала характеристик, там, допустим, 9 характеристик, которые влияют на наш участок. То есть, допустим, там проклятая квартира, еще что-то я добавила. Мы не будем убирать участок без удобств. Мне кажется, будет интересно именно с вот этой характеристикой поиграть. И мы не будем убирать, хотя, может быть, и будем. Может быть, мы уберем. То есть, может быть, когда у нас будет полностью построен дом, мы можем убрать эту характеристику, там, заплатить какие-то деньги. Мол, к нам провели канализацию. Но первое время даже не думайте, никакой канализации. И, конечно же, мы не будем убирать бездонный холодильник. Ну, то есть, у нас он всегда будет заканчиваться. То есть, продуктов в холодильнике у нас не будет. Нужно все покупать. А вот все остальное мы, допустим, можем убирать в зависимости от выполненных каких-то условий. Вот мы, например, что-то там с вами сделали, и у нас получается, ну, там, не знаю, развели 8 курочек, или там победили на конкурсе, можем что-то убрать, там, допустим, проклятая квартира, на нас смотрят косо соседи, а мы победили на конкурсе, ну, и, знаете, соседи к нам как-то стали благосклонно относиться, то есть что-то такое придумать, мне кажется, было бы круто. Я отталкивалась, конечно же, от нашего челленджа «Домик в наследство», это офигенный челлендж, если вы его не видели, советую вам глянуть, но здесь у нас чуть-чуть будет по-другому, плюс, опять-таки, я планирую расширять, то есть чтобы у нас увеличивалась семья, возможно, к нам сюда приедет отец, может быть, какие-то родственники, может быть, у нас будут какие-то тут необычные повороты, в общем, мне очень хочется что-то такое попробовать, ну, и плюс выживание, как мы с вами сможем быстро заработать, сможем, не сможем, это все, мне кажется, будет очень интересно глянуть, Поэтому, ребят, если вам тоже будет очень интересно, кстати, они первое время будут вот в таком вот сарайчике жить, вот, видите, я выбираю все-все-все отрицательные характеристики, чтобы жизнь рядом не оказалась, и мне кажется, должно получиться очень интересно, ну, я, по крайней мере, так надеюсь, и надеюсь, что вы мне подскажете, какие еще можно хардкорные такие вот выбрать интересные поворотики, ну, чтобы действительно было совсем интересно. Надеюсь, ребят, вам понравилось это видео, если вы хотите увидеть, как можно скорее первую серию, взять наставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, и нажимайте на колокольчик, а то уведомления не будут приходить. Все, ребят, до скорых встреч, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok